Всем добрый вечер! Сегодня в выпуске речь пойдет о некоторых местах, где снимались знаменитые фильмы ужасов. Приятного просмотра! Лагерь Хрустальное озеро в фильме Пятница 13 представляет собой отстойник морального компромисса. В этом лагере у вас больше шансов напиться и быть убитым, нежели просто хорошо отдохнуть. Но на самом деле это место всегда было лагерем бойскаутов. Все знаменитые сцены, запечатленные в фильме, снимались в тех же зданиях, где молодые скауты зарабатывали значки за ландшафтную архитектуру. Владельцы и работники лагеря негативно относятся ко множеству поклонников этого фильма, которые массово и часто приезжают в это место. Возможно, они боятся, что фанаты начнут воспроизводить сцены насилия из фильма прямо на глазах у бойскаутов. Что, кстати, и произошло в 2011 году во время первого тура санкционированного организацией американских бойскаутов. Этот фильм является одним из тех, где трепет и ужас наводят непосредственно обстановка, а не чудище, которого вам, кстати, так и не покажут. По сюжету фильма операторы застряли в лесу, и, несмотря на отчаянные попытки, никак не могут из него выбраться, как будто деревья, окружающие их, и являются настоящими злодеями. Ведьма же будто живет в самом пейзаже, хотя, может, это просто-напросто один из сотен туристов, случайно попавших в кадр. Проект «Ведьма из Блэр» снимался в Государственном парке Сенека, и, согласно его официальной странице, он является отличным местом для активного отдыха, рыбалки, гребли, катаний на лошадях и бега. Многие из кадров безнадежно заблудившихся, на котором строится добрая половина фильма, снимались на глазах простых отдыхающих американских семей, которые, возможно, принимали операторов за молодых придурков, не умеющих толком пользоваться камерой. Так как Майклу Майерсу повезло стать наемником смерти или ходячим ночным кошмаром, то он всегда зависел от обстановки чуть больше, нежели его собратья по ужастикам. И именно поэтому, возможно, его дом является столь значимой частью франшизы. Именно там он совершил свое первое убийство, и именно туда он возвращался в последующих сиквелах. Поэтому, естественно, что настоящее здание должно представлять собой своего рода дом с привидениями. Но нет, сегодня этот дом является офисом хиропрактика. Поклонники фильма обожают устраивать паломничество к этому дому, и с отчаянием хватаются за любое его сходство с киношным. По сюжету этого фильма, компания тинейджеров оказывается в огромном полуразрушенном фермерском доме, где один за другим они переживают различные ужасы, в основном с участием мясного крюка. Так что логично предположить, что внутренний интерьер этого места был построен в съемочном павильоне, потому как в реальной жизни ничего столь же ужасного и отвратительного существовать попросту не могло. Но не тут-то было. Оказывается, дом с самой печально известной семьи каннибалов в истории кинематографа превратился в семейный ресторан. Сейчас в этом доме располагается закусочная под названием Гранд Централ, на втором этаже которой можно найти целую коллекцию вещей, оставшихся после съемок фильма. Удивительно, но никто, похоже, не считает это чем-то омерзительным. Более того, владельцы закусочной даже жили в этом доме какое-то время, а журналист, писавший статью о нем, отмечал слабое сходство красивой и отмытой до блеска лестницы с мрачным двойником из фильма. Впрочем, от Техасцев другого ожидать и не приходится. Субтитры создавал DimaTorzok